А калшепе-т-разоблачение. Ну-ка ебать там что-то жесткое по ходу сейчас гляну они вам не меня-то разоблач arte сейчас что-то будет кажется пушка погнали данное видео не умеет целикого-то скидаш очень интересные Пиздец, я в говнище, блядь, с яйцом на голове, поехала на машине, блядь. Проехала два поста ДПС, блядь. Припарковалась через дорогу, потому что увидела, что дальше... Нет, чилы, у меня единственный случай был, когда я пьяный поехал, но, извините меня, там, блядь, нас выгоняли просто. Это когда после дня рождения я встал, и это первый раз в жизни, когда я проснулся, и по ощущению я трезвый, но по другому ощущению я нихуя не трезвый. И вот так вот мы ехали домой аккуратно, не спеша, блядь, с остановками. То есть, ну, это единственный случай был, в остальных случаях мне просто ебало били, блядь. Я не езжу пьяный никогда, мало ли что, нахуй. Дальше на развороте стоит еще машина ДПС. Ну, мы с ней, кстати, говорили на эту тему. Я говорю, типа, блядь, ты ебобо. Мир подарила мне и тебе. 28 апреля 2019 ролика на Омнемята. Я рассказываю о ситуации, где Тахи, будучи под травой, раскатывает на машине по городу и въебывается в стол. К счастью, не... Охуенно ставлю класс за то, что он поставил... Блядь! Сыц! Класс ставлю отдельно за то, что он использовал трек из разоблачений или чего там, блядь. У ленты.ру было про гидру. Охуительно. Все стримеры, которые смотрели этот момент, с ухуевшим лицом говорили, насколько это плохо. 24 февраля 2020. Хейли после совместного стрима с Дэнли бухая в говно, едет на машине и въебывается этим в телеграме. Что вы скажете на это? Здорово, это Макривский, всем подписчикам Ку, остальным соболезную. Как сказал Бальзак, человеческое умение это смесь времени и терпения. Куча. А! Но в моем случае победило время, я долго терпел и не выдержал. Разоблачение Дэнли и Хейли. Начнем после небольшой рекламы. Ну ты заебал нахуй, опять капер этот, блядь, да? Или что? Дэнли это девушка, которая стримит уже много лет. 170 тысяч фолловеров на Твиче. В свое время неплохо хайпила, но, как можно заметить сейчас, для ее огромной аудитории, онлайн у нее очень маленький. Хейли начала набирать аудиторию после тех самых... А у меня член маленький, и что, блядь? Ну пиздец, нахуй, это вот знаете, как вот эта вот фраза, блядь, онлайн маленький вгоняет в депрессию, это пиздец. Я объясню, почему онлайн маленький у Дэнли. Объясняю, логически все можно понять, блядь. Даже если у чата спросить, почему у нее маленький онлайн. Давайте, ответьте мне, пацаны. Вот прям сейчас сразу, она девушка, да, хорошо, хорошо, это первая причина, но это потом не так глобально. Вторая причина, отгадали правильно, это парень. Никто не палит своего ебаря, будучи девушкой. Ты либо девушка стримера, либо ты просто девушка без парня. Но при этом у тебя парень, как бы, есть за бэкграундом, потому что если, блядь, аудитория знает, что у тебя есть ебаря... Ебарь, кто тебя, блядь, донатить будет? М? Никто. Поэтому мне повезло, что у меня мужская аудитория, неважно, есть у меня телка или нет, блядь. Мне все равно донатят. Поэтому, когда приходит новая девочка на Твич, она неинтересна. Когда приходит новый парень на Твич, у всех аудитория остается. Все довольны, нахуй. Как это, блядь, работает? Непонятно. Не понимаю, блядь. Но мне поебать. Да, вот бустер пришел, тоже онлайн охуевший. Откуда он взялся, непонятно. Я имею в виду про онлайн. Если баба какая-то приходит, то обязательно у другой онлайн настолько просядешь, что, блядь, у него там 200 человек будет, блядь. От 2000 останется. У новой там будет 10, например. Они, кстати, тактично делают. Бустер и Вилон. Это, блядь, охуенный скват из двух человек. Скват из... Дуэт, скажем так. Которые, блядь, выбрали расписание, что один стримит в это время, заканчивает, дает хост другому в другое время. И аудитория, она, короче, вот так. Я доначу, потому что у тебя есть девушка. Поняли, да? Но не так вот. У нас это первые люди, которые, ну, пример вообще того, как должен твич работать. У нас, к сожалению, да, блядь, все они харизматичные. Боже, бустер харизматичный. Эвелон харизматичный. Чё тебе надо ещё, ёбаный в рот? Все харизматичные. Пацанов не харизматичных, которых много смотрят, не существует на твиче. Даже, блядь, каравай тоже. Пиздюк, ещё угарный тоже. Всё, поехали дальше. После конфликта с GTA V. А то реакция на час выйдет. И в конечном итоге после ролика она вам не мята. Сейчас, если повезёт, то на стриме может сидеть одновременно 100 зрителей. Сразу откинув бросай по, типа, того, что сделала Дэнли, мол, я... Блядь, тут у второй то же самое вообще, типа, первую мы разобрали, у второй, ну, тоже, блядь, хуйня, как бы. Я ей говорил про то, что мы вот недавно встречались, типа, поболтать, попиздеть. Вот эту ситуацию она мне рассказала, кстати. Я, блядь, вот так сидел. Я думаю, бля, ладно, окей, ты, блядь, ну, поехала пьяная, допустим. Ну, поехала ты пьяная, да? Нахуя ты это, блядь, выставила на всеобщее обозрение? Бля, это я не понимаю вообще вот этого. Зачем этим, блядь, хвастаться? Я не понимаю, это же... Это долбоебизм, это нельзя хвастаться. Хвастаться. Всем привет, блядь. Я вот у себя возле подъезда насрал. Ха-ха, блядь, про... Менты все мимо прошли, понюхали, не спалили, кто насрал. Непонятно. Тоже подрубает там поздно где-то, блядь, фильмы в основном. Ну, не знаю, что-то надо делать. Въебулось, чтобы не спалили. Блядь, я помню, когда я покемона, блядь, искал. Тоже, блядь, показал. Ха-ха, вот мой покемон, блядь, меня не нашли. Я обиделся на то, что она удалила меня из друзей. Вы чё, рофлите? Я никогда не общался с Дэнли. Единственные диалоги, это я предъявлял ей за её высеры про ситуацию с инсайдом. Так, вы видите, привет по поводу Лори. Привет, хорошо, я поняла, удалила от этого про Лори. Против я, просто я против вообще конфликтов. Ой, Дэнли, блядь, против конфликтов, представляете вообще? И я написал ей после предложенного поста в ТСР, где она не делала парню обещанную сигну 4 месяца. Ну, не мог же я подумать, что та самая милая Дэнли, от которой таки прёт добро на стримах, может оказаться не той, кем кажется. Но идея этого ролика совсем другая. Через все пруфы и информацию, которые вы увидите, я хочу вам донести только одно. Что Дэнли и Хейли, это та самая ГТФОБАЯ. Точь в точь, единственное отличие между ними, так это в том, что последние смогли себе сделать охуенный защитный панцирь из пиздежа и подмены фактов. Начнём по порядку. Хейли. Сразу прокручивает в своей голове момент, где как-то обдолбанная ехала на машине. Пару месяцев назад Хейли постила в сториз, где предъявляла мужику, который встал на обочине. Мысль такая же, как и я. Я так не нарушаю. У вас есть дорога, да? Бля, вот это вообще смешно пиздец. Типа, блядь, я тут с ребёнком иду нахуй. Чё ты тут припарковался, блядь, чёрт на тротуаре, блядь. Это же ребёнок вам говорит об этом. Конечно. Соезжайте отсюда. Да, что давайте. Я говорю, съезжайте. Вы людям мешаете, вы понимаете? Вам не стыдно или вас совсем охуели? Вы совсем охуели, если честно. Бля, я же мать, и при этом ругаться матом при своём же ребёнке. А может, случайно одно слово вырвалось? Да нет. Вы себе умраченный человек. Так, где-то там бан, блядь, мне сказали, да? Можете съебаться отсюда? Съебаться? Да. Нет. А, паспина стоять, пи***, машина где? А, спасибо за пикал. Как же ты бьёшь себя в грудь и топишь за справедливость? Но на деле что? В своём телеграммчике постишь, но ещё и посты, где тебе прилетают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Где чуваки ехали по обочине? Бля, ну, Макривский, это хуйня на самом деле, блядь. Это вообще ни за что. Ты знаешь, за что штрафы, блядь, пятитысячные прилетают? За неоплаченную парковку, блядь, если ты перепутал где-то. Блядь, штрафы превысили 10 тысяч, еба, нихуясь. Я просто сам, блядь, охуеваю с того, что где-то фоткают. Сука, невозможно, блядь, оплатить. Это говнище полное. У меня вот несколько раз 5 тысяч прилетало в жизни, блядь. Ненавижу, нахуй, Москву эту ебаную. Все, блядь, сюда приехал, оплати, туда приехал, оплати, тут оплати, тут тысяча оплати, блядь, тысяча час постоять, ебать. А были бы у меня номерки АМР, хуй бы мне, кто, блядь, сфоткал. Какого хера вообще все происходит так? Поэтому неоплаченная парковка, неоплаченная парковка, это хуйня. Штрафы за нарушение правил дорожного движения. Нет, блядь, не нарушение правил дорожного движения, блядь. Где чуваки ехали по обочине, а другой чувак их просто стопил, потому что, ну, типа, нельзя ездить по обочине, хотя я сама езжу по обочине. Вот уебок ездит по обочине, хотя я сама езжу по обочине. Хейли, угомонись, какой тебе... Сережа, блядь, купил тачку, купи парковочное место. Блядь, да ёбаный в рот, никто не говорит про возле дома. в москве не хватает блять понимаешь места места не хватает парковочного блять вообще потому что блять здесь машин больше чем людей нахуй понимаешь тебе ребенок ты же сама еще ребенок кто еще не понял недавно после совместного стрима с дэнли хейли бухая в говно поехал на своей машине домой ей было похуй направила пиздец я в говнище блять с яйцом на голове поехала на машину блять а типа метро нахуй все заебись и час пик ездил мужчина за член трогает блять это есть ты пацан вообще у меня такое было блять но меня коса я не знаю когда меня не за член не трогали мужчины я просто говорю про то что сука меня бесит блять что все трутся около меня блять меня раздражает и блять нарушает мое пространство блять я лучше постою два часа в пробке блять но в своей вот в своем пространстве с комфортом блять пускай посижу побешусь блять чем поеду в метро доеду там минут за 40 к примеру до другого конца москвы на меня будут тереться блять какие-то уёбки нахуй ебаные блять меня вместе с по блять вот в час пик можно вот так пакет нахуй поставить вперед вот бля вот так вот какой бумажный нахуй опустить его блять и его держать люди будут просто телами своими нахуй потом такой на остановку выходишь за так пакет блять за ручку раз опустил вышел не невозможно блять здесь богу потому что увидела что дальше на развороте стоит еще большую дпс блять я припарковалась перебира на как то это кому-то она скидывает вообще не прогулся вниз кому это она скидывает что этот кто-то блять слил нахуй это кто-то ебаная крыса блять как вы думаете после этого она раскаялась нет конечно оправдывать свои действия какими-то левыми отмазками предъявляла мужику за левые отмазки и сама кидает такие же это та же гэтифобая которая просто когда-то учу в приближении пиздеца вовремя спрыгнул с корабля и при этом вышла сухой из воды а ведь правда когда вы пожирали готовим а кривский так орёт пиздец блять он сейчас из трусов выпрыгнет бая никто из вас даже не задумался стоп ну хайли ведь тоже такая она тоже ебашила с ней наркоту в то время когда у нее была дочь ехал ты попросил ебануть с тобой разве это не твои постоянные слова хочу ешки я типа не буду ничего отрицать все что сказано в этой переписке все правда она тоже блядствовала эй обращаясь долбоеба который мечтает стать парнем для хайли сидит там на стриме помогает оплатить и кредит лишь бы она его заметила занята нахуй ребят вы серьезно думаете что у хайли нет сейчас не знаю там мужа парня готова разочаровать как и многие стримерши не все просто многие у хейли есть ёбарь но которого выгодно скрыть чтобы донаты несли с какими мальчиками мама ну например я с ним больше не дружу катя и больше с ним не сплю с кем кого ты хотела сказать катя я больше с ними трахаюсь блять если что но там немножечко такая ситуация напряжная потому что вроде бы как бы за бэкграундом уже вроде никого нет но все может поменяться как то так я дефаю там уж человек то она не плохой но блять какая она на стриме я не знаю честно говорю поэтому мне это все интересно со смехом смотреть или также готова подсказывать до любой хуйни чтобы золотать хоть немного а у меня но есть такая хуйня типа люди на стриме одни в жизни они другие типы дефолт прям по моему тари только есть кто-то кто плохой нас тремя в жизни хороший это это я это я про себя если что да на стриме я говнарь потлаты а вот в жизни я спокойненький с год фабая как вы говорите за деньги послал за год фабая вы посмотрите какую ахуенную аудиторию мне принес принес вот это вот фарс я найду свою аудиторию везде и она меня найдет и неважно я правда ведь послал из готова я потом поехала где не поцеловалась с ней я этого не видел нахуй что с ней не блять до тебя это дойдет что с тобой не так и не понимаю как это блять работает типа ты бы но это может быть чисто по-дружески поцелуй но наверное в щечку он делается это не в губы наверное давайте посмотрим какой он был вообще про демонта вроде бы блять какой-то такой уже не женский да это вроде бы что-то что-то более близко чем подружки главное это позерство какое-то блять друзей стримером найти очень сложно слушайте тоже странно да если потом мужики сосали все таки отписаться блять что хуйня играли позы для секса вот и заинтересовала аудиторию на время но хейли твоя проблема что ты на время и через год это и раньше на твоем стриме не будет даже те 100 зрителей прям вообще дизморалит конкретно лид 170 тысяч фолловеров 0 онлайн а ты могла раскрыться как оляша но ты сдулись как gtfboe сдулась как и шары которые вы все дружно и башили Ты серьезно, мне очень жаль твоего ребенка. Хейли рассказывала, что стримит ночью, так как остальное время уделяет дочери. Кого ты наебываешь? Твой телеграмм это железный пруф, что днем ты либо куда-то ездишь на машине, либо записываешь музыку, либо бухаешь. И тут я вспоминаю, как мне недавно написала ИРЛ подруга Хейли. Воу, насколько же надо быть хуевым человеком, чтобы тебя сливали ИРЛ-друзья. А, да, знаете, из-за чего Хейли ссылала ту свою подругу? Подруга ей что-то делала в волосы, я хз, как у вас девушек это называется, ну типа парикмахера была. Хейли никогда... Ну типа парикмахера была, блядь. Своевременно не платила, хотя той девушке тоже нужны были деньги. И когда та девушка... Чем ты жив, блядь, здорово. ...сказала Хейли, что теперь оплаты всегда по факту, и сразу, то Хейли тупо от нее отписалась и забила хуй. Тут же пруфы про парня, которого Хейли не показывает, чтобы больше донатили. Дальше. Она забила хуй на свою дочурку, а милые фотки у нее в инстаграме или эти постановочные сторис, только для поддержания образа, я хорошая мама. Ну короче, блядь, я приверженец того, что если у тебя в таком юном возрасте есть, как бы, ребенок, и ты типа не нагулялся, ну это, блядь, твои проблемы, нахуй. Нехуй было, как бы, ну... Ну вы поняли. Не хочу просто задеть, потому что потом, блядь, меня обосрут, и... Я просто объективен и прямо говорю. Контрацептивы, блядь, я не знаю, презервативы, что угодно, блядь, можно использовать. Пожалуйста, гуляй сколько угодно, блядь. Когда у тебя появляется такая, типа, другой человечек, другая жизнь, это уже ответственность, блядь. Типа, блядь, я не знаю, пацаны, как надо стримить, чтобы ты живешь одна, но типа у тебя нету мужа, условно. Ну, блядь, все время надо уделять ребенку, реально. Ну, либо сделать умный ход конем, как все делают, сбросить, блядь, ребенка на мамку и гулять. Визит, заебись, покупайте. Блядь, да это, блядь, я не знаю, лучшие гондоны, потому что там сидит лучший СММщик в паблике, пиздец. Я ору с мемов, блядь. Каждый раз захожу, каждый раз орую. Не потому что я люблю презервативы, блядь, или еще что-то. Я просто захожу поорать. Мало того, что я ору с поста, так я еще в комменты спускаюсь, он еще там в комментах попускает людей, блядь, которые выебываются. Мама, на самом деле с дочкой сидит бабушка 24 на 7. Эта история известна не только мне, она заберет, ну, зачуркаю, милые фотки у него в инстаграме, или это постановочная история, только для поддержания образа хорошая мама. На самом деле с дочкой сидит бабушка 24 на 7, доводит ее в сад, проводит, кормит, моет, одевает, одевает. Хотя нету нормальной кровати одежды. Чего? Если не хочется съезжать от бабушки, значит придется заниматься дочкой, а еще она всем пиздит, что у нее нету пари. Пареня, наверное. Но это не важно. А кто эта подруга, блядь? Насколько, блядь, надо быть неуважаемой? Потому что она нимфоманка. Вы знаете, кто такая нимфоманка? Это которая постоянно ебаться хочет, блядь. На нее это не похоже, кстати. Захейли не замечал. Блядь, я что, первый раз ее в жизни знаю, что ли, пацаны, блядь? Это что? И она просто шлюха, блядь. Охуенно. Класс. Респект подруге. Я так и не понял, за что вообще отхуярило. Ее ебали под дубом на катке, когда она ждала своего парня. Вот, ну, да, блядь. Че за хуярил? О, это реально такое, блядь, было. Это как-то даже романтично звучит, блядь. Знаете, ее ебали под дубом на катке, блядь. При луне, блядь. Да мне похуй, пацаны. Я же ее не ебу. Она же мне не дает. Я с ней просто общаюсь иногда. Бывает. Но я на тему, блядь, постели не разговариваю. Типа, это дело сугубо лично каждого. Это похуй, блядь. В грязное белье лезь, как бы. Ну, хочется человеку, блядь, так поступать. Ну, пусть поступает, блядь. Так что как-то, ну, похуй как-то. Так, какие волосы? Я про, просул, не, я понял, что из-за волос они поругались. Реальные причины есть? То есть вообще, что кто сказал? Что кто не оплатил? Кто денег не дал? По-любому же должно быть такое. Ебут ее на дубе том. Не влечу. Все ходит по цепи кругом, блядь. Так, что? Она деньги не платила. Кому? Не платила за волосы. Чем слушаешь? А, подруге не платила за волосы? Она подруга ей услуги какие-то давала, да? То есть она парикмахера. Не давала денег. Бля. Ну, если с моральной точки зрения, с точки зрения моралфага посмотреть на это все. Подруга шлюха ебаная, а не Хейли. Ну и суть, потому что вдруг, если это правда будет, ну да, возможно, та тоже, блядь. Ну, два кадра, короче, здесь. Не хочешь терять друзей? Не имей дела, блядь, финансовые никакие с ними. Все, друзья останутся. Не давай в долг, блядь, друзьям. Ничего, останутся у тебя друзья. Как только дашь в долг, друзей не будет. Сад приводит, кормит, моет, одевает. У Кати, так зовут дочь Хейли, нету нормальной одежды, кровати, зато мама ее в визиках за 40 кесов гоняет. Но когда Хейли забанили, так сразу вечное нытье, что нет денег, нет за что содержать ребенка, и мне искренне жаль. Потому что твой онлайн упадет, ты уже никогда не выстрелишь. Если бы могла, то стреляла, но лутать аудиторию поцелуями с другими стримершами это твой предел, и мне искренне жаль твоего ребенка. Просто взгляните на это, это сториз отца ребенка Хейли. Кстати, она упоминала как раз, что они... Руслан Катушинцов что-то написал, ну-ка, погодите. Дядь, ну, конечно, я в деле, что тут? Да, договорились, давай, что там, отпишешь ближе? Не знаю, на что-то позвал? Ну, я, конечно же, согласен. Что, я лох, блядь, отказываться? Я в деле. Это, блядь, это сториз отца ребенка, блядь, нихуя себе. Ребенка Хейли. Кстати, она упоминала как раз, что они с ним нормально общались. Так, а также, где батя, эти дочурки? Батя, с батей тоже все хорошо, мы супер общаемся, вообще все здорово. Да боже, Хейли, в какой ресурс твой не зайди, ты уделяешь время только своей машине. Ты скажешь, я не хочу выносить ребенка в свою медийную жизнь? Ну, ты уже его туда вынесла, потому что он появлялся у тебя на стримах, появлялся в сториз. Да, блядь, ты даже инстаграм ей создала. Может, ты заставишь еще стримить ее на твиче? Да о чем тут говорить, когда Хейли по ее имхо говорила, что инсайт ничего не сделал плохого. Она утверждала, что все стримеры наебают, и это в порядке вещей. То ее разоблачение провалилось к хуям. Диза в три раза больше лайков, и ты его удалила именно по этой причине, а не потому, что закончила конфликт с Генсухой. И моя самая любимая, так вот эта предъява. Мне похуй, что он там снимает, мне похуй, что он там говорит, блядь, блядь. Человек, который не показывает... Блядь, блядь, мне похуй, бань, бань, мне похуй, блядь. ...своего лица. Я хотя бы, когда я видео снимаю, я смотрю людям в глаза, блин, через камеру. Я показываю свое лицо, потому что это я говорю, и мне не стыдно за свои слова. Этот человек же, блин, скрывается под какими-то роликами игровыми, непонятными, просто читает сценарий, читает сценарий, читает сценарий, читает сценарий с выражением, блядь. Никому не показываю свое лицо, типа, я понимаю, что он не скрывает, но, блин, если ты уж пиздишь на людей, то покажи свое лицо. Макритский, вот ты, мразь, блядь, сценарий читаешь, дебил. Прикол-то я не понимаю этого всего. Блядь, мне так уже это заебало просто, блядь. Вот максимально, нахуй. Предъявляет мне за сценарий и сама случайно спалила, как снимает ролик, читая по сценарию. Да, блядь, ты пиздец, что за хуйня? Блядь, в смысле читает по... Слушайте, что она вообще за хуйню сказала, блядь, реально? Это же, блядь, не стрим, чтобы без сценария работать, что за говно? Ты же, блядь, ролик готовишь. Конечно, по сценарию должно все по полочкам быть, иначе ты пиздешь, блядь, на полтора часа выйдет. Хейли, мне не обязательно снимать ролики с лицом, чтобы люди видели, что я живой. А ты с вебкой, без вебки, ты также останешься девушкой, которой никто никогда не поверит, которая пересидела на десятка хуёв. Твоя подруга также подтвердила инфу, что ты присылал свои голые фотки, будучи беременной. Пиздец. Кому, блядь? Приветик, как ты, как жизнь, я поделаю. Ты помнишь, наша раги ВК-группа была, и там выложили голову к Лизе, когда она беременна была? Блядь, пацаны, я, короче, ну, много чего не знал, блядь, честно скажу. Это пиздец. Да хули мне сказать, блядь? Ну, я даже дефаться не буду, блядь, и... Охуеть. Во-первых, дайте фул. Это во-первых. Во-вторых, ёбаный, блядь, рот, нахуй. Я сейчас паник на несколько минут, погодите. Я сейчас переварю информацию, которую вообще вижу. Пиздец, оказывается, Таня не была шизоидом, когда о них говорила. Мне искренне жаль твоего ребенка, и мне правда жаль тебя. Ты все проебала. А теперь перейдем к главному. Денли. С чего все началось? Денли в своем телеграме и инсте публикует... Пиздец, двойные, блядь, двойные разъебы, я в ахуе. Погодите, я еще от... Посты с синяками? Кейли не отошел, ёбаный в рот. Уже... Теперь вторую разъебу. Где чуть ли не прямым текстом говорит, что парень применяет к ней силу. Проходит время, она их удаляет. Но то, что попадает в интернет, остается в нем навсегда. Это дает мне повод зарофлить об этом в прожарке для конкурса Модестал. Будь это неправда, наверное, Денли бы мне написал об этом в ЛС, нет? Парень Денли настолько тупой, что буквально воспринимает фразу «бьет, значит, любит». Говорят, смех продлевает жизнь. Похоже ли это на реакцию человека, который недовольный якобы неверной информацией? Хорошо, как Денли потом написала, ее не бьют. Ее просто очень сильно держали за руку. Даже если это правда, но я тебе не верю. Потому что ты вбрасываешь фото в одном контексте, а потом меняешь под второй. Но даже если это правда, то почему ты позволяешь мне говорить эту инфу? Почему ты не написал мне в ЛС, мол, ты сказал неверную информацию? Вот немножко. Блин, ля, еще. Ля. Стример немножко понес это. Ебать пиздец, что ты, блядь? Что с ней, блядь? Почему она такая синяя вся? Убой маленькие. И тут, короче, она выходит такая в шоу, блядь, мужское-женское. И тут, блядь, и Гордон спрашивает. Он вас бьет? Скажите, вы пьете? Только по празднику, блядь. Могу сказать, что ничего серьезного не произошло, просто с хейтерами поговорила. А знаешь почему? Потому что ты знаешь правду. И ты знаешь, что я знаю правду. Другое же дело на пиздеть аудитории, как всегда, милая, искренняя, Денли, не такая добрая, честная. Она как милая. Пацаны, надо с Макривским дружиться, потому что это пиздец. Добрый, это фу-бай. Нахуй я и не знаю, блядь. Может быть, какие-то зашквары у меня и найдутся, блядь. Надо корешить с ним, пацаны. Кто с ним не корешит, тот обоссан, блядь, уже понимаете, о чем я? Я не против поэкспериментировать? В любой момент может постоять на коленках, с поводком на шее, может побыть заключенный, а может и напороться на парня, который ебнет ей. Так охуительно же, не, блядь. По-моему, охуительно. А что, может это не везение? Один сильно хватает за руку, второй дает поебалу. Ну да, когда у тебя было, ёбари, больше, чем из смешных шуток Хесуса, всякое может случиться. Да, вы не ослышались, это милая лисичка, не совсем милая лисичка, скорее хитрая лисичка. То, что я не совсем люблю обсуждать, так это то, кто кого ебал. Но тут без этого не обойтись, без этого никак не покрыти. Да ладно, блядь, что ты нахуй, все время, блядь, обсуждаешь, кто кого ебал. Ее пиздешь по поводу того, что ей не везет с парнями, постоянно попадаюсь на уебков. Мне один мой преподаватель в универе сказал умную вещь, когда я постоянно опаздывал и говорил ему отмазки. Один раз это случай, два совпадения, три закономерность. Да, закономерность. Нахуя философ, блядь, вот тут надо было трек поставить, безумно можно быть. Закономерность, потому что проблема не в пар... Вы еще фул кинули, дайте телегу, телегу, пацаны, быстренько, быстренько. А, куда кинули-то, блядь? Телегу мою, переписочки, ну-ка. А ну, Тима, сюда, лут, быстро. Бля, ебать, налетели в телегу, блядь. Ого, держи фул. Это же не... Это реально видос? Ну-ка дайте. Сука, блядь. Закрывай, закрывай. Блядь, нахуй вы мне его кинули, блядь. В парнях, которые с тобой были, а проблема в тебе. Я знаком с твоим бывшим модером, который въебал лям в твой пиздеж и потребности. Ты знаешь, о ком я. А теперь ты знаешь заранее, о чем я буду говорить. Лям запиздеж, блядь. Бить. Дорогие друзья. Более я, у меня вагины нет. Я бы, блядь, миллионов 10, нахуй, за свою пизду бы заработал, блядь. Это тупо, блядь, за день, нахуй. Я реально думаю, блядь, что я делаю не так. А я просто родился не тем человеком, каким нужно было. К вашему вниманию хронология. И если вам не сложно, проводите постоянно параллель ролику про ГТФБА. Ведь образ Тани стал, мягко говоря, образом того, как делать плохо. В 2016 год Денли встречается с неким Женей. Так, раз и навсегда, Женя это некий чел, с которым долго мутила Денли, но скрывал для аудитории. Ну, понимаете, зачем. И рофл в том, что она даже ему платила, чтобы он не появлялся у нее в кадре на стримах. Вот, кстати, фотка. Там полуголые пацаны, поэтому я позаливаю все фотки без цензуры в свой телеграм по ссылке в описании. Кстати, на этом фото еще снимет чел, у которого фетишно стримерш. Возможно, вы его помните еще с ролика про ГТФБА. Но, бля, прикиньте, нахуй, реально есть такой чувак, который стримерш долбит, блядь, вообще по очереди, нахуй. Но нам похуй на это, даже не задумывайтесь, почему снимет чел, который переебал десяток стримеров. Погоди, Айрис, будешь пиздеть, и на тебя найдем, блядь, слава Украине. Стримерш твича. Дальше на ее стримах появляется некий парень из Уфы, пиздюк прям, под ником Лунтик. Параллельно при Жене она начинает виртеть. Ему уфу приезжала даже, год назад поняла, что это бред, и ничего не выйдет, и перестали общаться. Всю ночь ревела, вот, неплакий. С этим пиздюком и влюбляется в него. Бля, какие вы, сука, тупые, блядь, все стримерши ебаные. Никогда, блядь, нельзя нахуй переписываться вот так вот. Это же самые первые, с кем ты переписываешься, пойдут и сольют. Блядь, ну это же... Ну, у меня тоже есть, конечно, переписки с телками, до того, как у меня женщины появились. Но мне похуй, мне не стыдно, потому что я сиськи не просил, ничего не просил, просто общался в душе. Кого с 14-летними, блядь? Я сразу первый, если нахуй кто-то грудь кидал, я спрашивал, возраст, блядь. Если мне кто-то говорил 14, я такой, нахуй ты это делаешь, блядь. Начинал морально, блядь, давить просто, читать, типа, ты как, ебо-бо там или еще что-то. Вот прям постоянно так. Потому что, ну, это, ну, это ненормально, когда дети, блядь, кидают что-то, это же пиздец. Пиздобол ты у Даши просил. Блядь, да вы видели Дашу, блядь? Да она даже, даже если это скинет, я подумаю, это мальчик, блядь. Дарит подарочки, в этот момент сразу появляется некий чел под ником Обломов. Нет, это не славный дружи, боже упаси. Что происходит дальше, Женя узнает об изменах Денли. Бам, нахуй, восстание кукол, да они подрались. Судя по фотке, Денли проиграла. Но почему-то у нее к нему остались, и она продолжала какими-то там мелкими намеками, но все же... Блядь, кто вообще, как, почему ей пиздят, блядь? Я вообще ни разу, один раз в жизни девочку ударил только, запиздешь, блядь. Все, больше никогда вырос, не бил. Вообще не поднимаю руку, блядь, это какая-то хуйня. Ее, кстати, после этого первый раз и слили. Этому поспособствовали некий Биап Кюгзи, ну, короче, вот этот ник и некий Собченко. Я уже и сам запутался в этом всем, но это еще не конец. Дальше она начала флиртовать как раз-таки с модером, который мне помог в сборе информации, который стоял у истоков, так сказать. Но при этом она также мутилась с тем Жене, который ее отпиздил. Это все длилось какое-то время, и тут из-за леса, из-за гор вылезает вдруг Егор, с которым она, блядь, сняла в Сочи. А-ха-ха! Ебать, пиздец, псаны, нахуй! Ебать, помните, я где-то года два назад говорил, что хотел бы такую стратегию, что одна девочка в Москве, другая в Питере. Но это в шутку было, блядь. Денли услышала это и поняла, блядь, все прямо. Вот это молодец. Значит, в Сочи у нее там один, блядь, в Москве другой, в Питере там третий, блядь. Я уверен, многие её олды знают об этом. И вот так она блядствовала до нынешнего инсайза. Ну как, ну, вы, наверное, подумали, нашла своего единственного? Не совсем. Она просто уже знакомому нам Жене изменилась с инсайзом и начала мутить. Который по итогу что? Который по итогу хватает её сильно за руку, оставляет синяки. Она вечно ноет в своём телеграмме. Как же ей не везёт с парнями. Какая она бедная и несчастная. Лиза, очнись. На протяжении столько времени ты изменяла одному с другим. Твои бывшие верные друзья от тебя отвернулись до такой степени, Что они тебя ненавидят. Ты всё ещё считаешь, что дело не в тебе? Мила, искренняя Дэнли так любит животных. Попросил он модрой деньги на собаку. Он подарил, потом что? Отдала. Собака пошла по рукам. Дэнли помогает, приют... Ну бля, кто бы не выебал Дэнли, ну условно. Ну кто бы не выебал её, блядь. Ну чисто на разочек, да? Ну там кто-то отношения строит такое. Бля, я надеюсь, инсайз мне ебал, не набьёт как бы. Я просто, ну... Он в два раза больше меня, блядь. Это я так просто говорю. Мало ли они там вместе ещё. Тут с животными, но она это делает за ваши деньги. Вот, сама попросила у подписчиков для балагон. Приходите сегодня на стрим. И если не сложно, то подержите монеткой. Вся денюшка пойдёт котейкам в деревню. У меня в деревне есть бабуля, не родная, которая любит животных. И подкармливает всех котиков в деревне. Кстати, после этого ролика, разоблачения, появится ещё одна девушка, которая очень любит котиков. Примерно 40 штук. Потому что ни один адекватный мужчина больше не будет здесь встречаться. Блядь, как... Вот... Как легко достоинство женское проебать. Просто пиздец. Скинули и вроде как отнесла. Но это иллюзия образа. Тебе за всё время надонатили миллионы. Куда уходят деньги? В качество стримов? Но одна из самых дешёвых вебок. Купила квартиру? Нет, до сих пор на съёмной. Может машину? И снова мимо. Куда уходят деньги, когда ты даже для благотворительности просишь деньги у подписчиков? А я знаю куда. Когда Дэнли узнал, что я готовлю разоблачение. Так, меня не спрашивайте, куда уходят. У меня всё понятно, куда уходят деньги, блядь. На ремонт автомобиля, блядь. На ремонт ремонта, ремонта, ремонта. Смотрение, она в своей манере решила префом выкинуть все карты на стол. В стиле Джонни Бой. Я скажу, всё, что ты скажешь заранее. И там была строчка. Опять расскажешь, что я пыталась суициднуться. Принимала наркотики перед этим. Да, именно это, именно этим я могу восхищаться в тебе. Ты ведь как кукла вот-то, грамотно. Бля, ёбаный, блядь. Сейчас нахуй все хаты обнесут, блядь, стримерам. Но столько долбит людей, блядь, в медийке. Вы не представляете. Вообще практически все, блядь. Кто чё вообще, знаете? Кто на что гораст? Порыгой был. Кто, блядь? Это Фабаи, когда вбросила, типа, что я там, блядь, по кристалликам вообще нахуй. Пиздец, я охуел. Я так думаю, чё? Я потом очень долго отбивался, блядь. Но типа все мне поверили, потому что это пиздоболка ебаная. Но. Я такой, типа, по кристалликам там, блядь. Я чё, еблан, блядь, по кристалликам? Чё такое кристаллики, блядь? Обрабатываешь, дергаешь ниточки свою аудиторию. Ведь по этому тексту что они поймут? Блин, она хотела суициднуться, мне её так жалко. И никто даже не обратит внимания на слово наркотики. А если её обрати, то только в том ключе, что ты им подавала. Вот у неё тяжёлая жизнь, довели мрази до того, что аж наркотики её зала. Осуждаю, кстати. Но, Роффл, в том, что ты делала это на постоянке. Ты столько денег въёбывала в это, что сейчас, как у одной из самых культовых стримеров прошлых годов, у тебя нет ни машины, ни квартиры, нихуя. Ааа, лохушка, блядь, ничего нету! Это хуйня аргумент, блядь, ну это дёшево, кстати, очень, сори. Ну и чё, что нет? Каждый тратит деньги, куда он хочет, блядь. Посмотрите, эти сообщения похожи на сообщения человека, к... Так, мед, мёд, мёд, это мой наркотик, нужно мёда полбанки, да, мёд, доза, не слушай, просто мёд хороший. Ну я заметил, нехило так накрыл. Я его на ложечке над чаем подрегриваю, аааа! Это не шутка, блядь, или это шутка? Потому что давным-давно были вбросы, что у неё, типа, укольчики есть. Кто-то там давным-давно нашёл, блядь, инстаграм древний, блядь. Кто-то там на руки все посмотрели, думают, блядь, что это такое? Денли. Кали под яйцо, где никто не увидит. Ну если уж на то пошло... Который юзал наркотики перед попытками Сыды, как она говорит. Ты постоянно под кайфом вписывал свои конфочки, вёбывал деньги на некие марки, которые юзал со своим Женей. А руки ты резала как раз-таки под воздействием этих наркотиков. Дата, 20 апреля. Через неделю после этого сообщения выходит, она вам не мята. Через неделю Денли смотрит этот ролик и осуждает наркотики. А её вечное нытьё, фотки со слезами на глазах, отличное дополнение к образу. Но после этого сообщения очень сложно поверить в... Я покакать не смогла, блядь, сейчас охуя, блядь. Хуя, у неё туалетная крышка, блядь, Volkswagen, охуеть. ...скринство их слез. Кстати, хотел спросить, как всё-таки там смогла покакать, или может тебе задонатить, чтобы ты всё-таки смогла и не плакала больше? Ответьте теперь мне, пожалуйста. Большая ли разница между Хейли, Денли и ГТФубаи? Хм, чего-то не хватает. Наёбы. По старой тактике, после разоблачения на инсайда, Денли, как и Хейли, начали его защищать. Опять же, какое же милое совпадение. Но Денли, видимо, когда увидела, как люди начали относиться к инсайду после его наёбов, решила по своей тактике сама слить, кого она наёбывала. Бля, ребят, это гениальнее, чем моё разоблачение на себя же. Вот, сами взгляните, но у меня один вопрос. Я не сделала сигнет трем людям, и ник одного человека я забыла, он никуда не пишет. А я никак не могу вспомнить его ник, я не отправляла Микси Фэнтези в открытку. Я перепутала и отправила сабокс, не тому человеку, из-за чего розыгрыши пришлось прекратить. В ближайшем времени я, конечно, всё отправлю, уже собираю. Блядь, короче, был один долбоёб. Реально так и есть, он туда в ТСР пишет, чё-то я ему, блядь, не отдал. 500 рублей, по-моему, я ему не отдал, за счёт того, или 1000, что ли, блядь. Короче, помните розыгрыш, давным-давно был, блядь, чё-то в чате я там бабки разыгрывал. Ему не отдал. Я нихуя ему не отдал, по причине того, что он выписывает, блядь, там посты в ТСР. Такой, типа, блядь, меня наебал. Ну, блядь, напиши ты мне, когда я тебя просил карту скинуть. Ты чё, блядь, сказал? У тебя нет карты. Я, блядь, потом пришёл, так и не скинул. Спустя неделю чё-то начал выписывать. Потом пошёл и начал там меня хуесосить, блядь, и сливать туда, блядь. Да пошёл ты нахуй, я тебе ничего не отдам, понял, блядь? Нормально бы, блядь, разговаривал, отдал бы всё. Потерялся ты у меня, бывает такое, потерялся. Всем отдал, всем, сука, написал, тебе пишу, блядь, нет карты. Как, блядь, в 2020 году нет карты, блядь? Что за хуйня вообще? Нету, блядь, ну пацаны, ну 2020 год, блядь, ну зарегайтесь вы в Киви, ну, в Киви кошельке. Там виртуальная карта есть, ну скиньте мне виртуальную, я туда переведу. Карту Киви бы скинул, всё получил. Один косяк, всё, пизду. Я по нему отчитался, мне поебать вообще абсолютно. Нехуй, блядь, базарить так кучеряво, понятно? Очень много кому, кстати, подарки не отдавал в 2016-м, 15-м, за то, что они меня хуесосили, за то, что я забывал. Типа меня кто-то там, ты, гондон, блядь. И какого хера я должен отдавать, если ты меня гондоном назвал? Не буду я нихуя отдавать. Я самый честный человек на земле, честнее меня никого нет. Попрошу заметить. Дэнли, молодец, у меня кодавтра забрали. Я вам говорил, нет? В смысле, за шо, блядь? Вы в описании заходили, там БКшка висела. Да пизделся я, короче. Да пизделся, забрали кодавтра у меня. Так что, батя Эвилон лучший кодавтра, вне сомнения. Но это пока что, пока я его не восстановил. Сейчас я его восстановлю, пиздай ему. Призналась, а теперь можно? Пруфы как-то отдала эти долги людям. Признание это... Ну ахули, пацаны, типа, мне не впадло, блядь, прорекламить кодавтра кореша, блядь, если свой заморожен. Какой смысл, блядь? Заебись, ну чего она стоит, если ты после этого не решила эти вопросы? Серьезно, скинь пруфы, пожалуйста, где ты отправил сабокс тому человеку, либо вернула деньги, где ты сделала сигна, которую не отправила до этого. И еще, пиздатый, вот эта тема. Я наебал на ёбщика, значит я не наёбщик. Нет, Дэнли, ты ничем не лучше после этого. Этот человек... Блядь, я убила убийцу, я не убийца, блядь. Полностью оправданно, уходите, блядь. Человек у меня потом покупал рекламу, но уже нормальную. Заебись, живем, наебала на ёбщика, а потом дальше работала с ним, потому что он якобы исправился. Но это еще не все. Финишная прямая, я расскажу о том, как Дэнли пользовалась людьми. Бывший топ-донатер под ником Джазик. В прекрасном далеком Дэнли рассказывает на стриме про болезнь отца. Конечно же, нашелся человек, который пронзился этим и задонатил ей 300 тысяч рублей по частям. Она сначала мило с ним общалась. Блядь, я не понимаю, болезнь от... Блядь, ну вот эта хуйня, боже, за это надо просто дизреспект такой кидать, блядь. Прикрываться болезнью какой-то это вообще, ну это верх пиздеца полного. Он был из тех, кто ничего даже от него не требовал. Но по итогу на одном стриме по Майнкрафту Дэнли решила просто сгореть на него и все. Просто послала нахуй за какого-то случая в Майнкрафте. После этого чел ушел и больше его на стримах никто не видел. Блядь, куда... Проникся, блядь, душой нахуй. После Майнкрафта, блядь, ушел. Деньги никто не знает. Ранее знакомый нам Собченко также помогал с деньгами и она этим редко, но пользовалась. Но по итогу чел сгорел из-за ее пиздежа с тем самым Женей, который куколдил ее и в тильте сделал какие-то сливы и забрал все стим-аккаунты. Ее в прошлом лучший друг и модератор Илья. Он вешал с деньгами, вкладывал в продвижение, помогал с рекламой. Она просила собаку, он купил собаку, которую в итоге она отдала. И да, в то время как у нее был парень, она крутила интрижки с Ильей. Кстати, также у него просила деньги. Бля, не, у меня морали не хватает так делать, например. Ну просто пиздец. У тебя есть девушка, блядь, какого хуя ты вообще еще с другим крутишь, блядь? Ты мудак? Ты, блядь, мудила нахуй женского пола или что? У тебя есть мужчина. Че тебе, блядь, еще надо, ебло? Хочешь гулять, блядь? Нахуя тебе серьезные отношения, блядь? Иди гуляй, ебись кем угодно, блядь. Какого хуя? У меня, блядь, реально горит жопа от этого, блядь. Почему вокруг, блядь, мудаки какие-то все. И женщины, блядь, и мужчины. Все мудаки, блядь. Все изменяют, все че-то мутят, флиртуют, блядь. Ёбаный рот. Это этой России, блядь. И когда не зашкварно, блядь, сказать, привет, я тебя не люблю, я ухожу. Все, нет ничего в этом стыдного, блядь. Гораздо стыднее, если ты, блядь, за спиной интришки мутил. На лечение отца и на ремонт в квартире родителей. Но, как рассказывает Илья, почти все деньги, которые он ей давал, она тратила не по назначению. На еблице меня все три года я был, как на привизии, был для нее главным модером. Поднимал канал, помогал со всем. Дарил подарки, тратил бабки на ее продвижение, но на деньга так... Блядь, чел, ну че тебе сказать, нахуй? Ты ж кукол ебаный, блядь. О-о-о-о. Кукол дище. Модеров надо на место ставить, блядь. Сразу нахуй. Модер это более уважаемый человек, нежели вип. И намного более уважаемый человек, чем фолловер. Самый охуенный человек наравне с модером. Это САП. САП никогда хуйню не напишет. САП отдает дань своему королю-повелителю каждый месяц. САП это иногда овощ, который забывает выключить автоподписку. САП это уважаемый человек на всех территориях. Понимаете? САП это человек, который осознанно тратит деньги, давая дань своему стримеру, чтобы тот въебывал их на наркотики, естественно, в данном случае. Понятно, да, о чем я? Тут же наркотики, гулянки, ну и подфолк... О, как я про наркотики задвинул, поняли, да? Когда Илья вложил в нее больше ляма, она и его опрокинула. Ну кто же мог подумать, что милая, добрая Дэнль может... Бля, ну типа, ну она же телка, блядь, у нее есть вагина, что вы достали, блядь, ее? Все телки на вагине зарабатывают, типа. Я телка, мне все должны, я родилась такой. По-моему, блядь, все так живут. Пошел нахуй! Видел новость, стример уснул, и ему задонатили 370к, пытаясь его донатами разбудить. Блядь, все, я сплю. А что, они не разом пришли, что ли? Донаты не разом пришли? Спокойно, чел, я встал, убирай свои ручки, блядь, с доната, не надо. Так хладнокровно сливать людей после того, как байтами вытаскивало с них деньги. Это только начало списка, есть еще много, ребят, даже 45-летний мужик, прикиньте. Если вы так хотите, то я потом куда-то залью остальных, там, в телеге, либо в группе ВК, потому что лично для меня и этих ситуаций достаточно. Да, и, наверное, я вас утомил уже этим. Потому последний случай, который самый интересный. Я рассказывал на стримах, что почти год назад мне на почту написал некий аноним, который предложил неплохие деньги за разоблачение Дэнли. Да, и отказался, ну, просто галочка для себя была, что ли. Хотя и деньги тогда для меня были хорошие. Так вот, когда об этом узнала Дэнли, она сразу уверенно сказала, что мне писал какой-то ее подписчик с психологическими проблемами, который снайпил ее в городах. Но она не рассказала всю правду о нем. Топ-донатер Джимми. Поначалу чел просто, ей много чего давал и дарил. Потом начал подкатывать и иногда перебарщивать. Она показательно посылала его нахуй, но потом понимала, что он дает ей немалые деньги и давала некий второй шанс на отношения. Бля, а вот это хуйня уже. Но Джимми не такой тупой, когда Дэнли рассказывала и начал догадываться про Женю. После того, как он узнал об этом, он вроде как ушел со стримов. Но нет, Дэнли держала его. Давала ему шанс снова и снова. И снова, какой уже раз, посчитайте, она просит деньги на лечение отца. Он, конечно же, кидает их. На одном из стримов он кидает ей 50 тысяч рублей донатом и делает предложение. Она отмалчивается. Давала ему шанс снова и снова. И снова, какой уже раз, посчитайте, она просит деньги на лечение отца. Он, конечно же, кидает их. На одном из стримов он кидает ей 50 тысяч рублей донатом и делает предложение. Она отмалчивается. После он кидает ещё 50 тысяч... Какое предложение, блядь? Чё за хуйня? Он не тупой, но кидает больше. Он, по-моему, мне кидал, кстати. Ну да, чувак, может, не тупой, может он... Блядь, какое предложение? Почему все, блядь, стримерши хотят выебать? Блядь, пацаны, вы вообще на улицу-то выйдете, блядь? Там столько тёлок охуенных ходит. Это, наверное, не тот. Это не тот Джимми, чуваки. Не путайте его с Авелоном и со мной, да. Это не тот Джимми, всё, пояснили уже. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Вова, выйдешь за меня? Чел, я сейчас не готова дать тебе ответ. Я ещё подумаю. У меня есть парень, но ты большой молодец, ты мне очень нравишься, понял? Блядь, в смысле соглашайся, если соглашусь, он больше не будет мне донатить, блядь, пацаны. Ёбаный в рот. 50 тысяч рублей с тем же посылом. Она снова игнорирует его. Потом Джимми психанул кинул ей 50 тысяч с текстом, что лучше он уйдёт навсегда. Так и было на некоторое время. Но Дэнли поняла, что потеряла 40-летний мешок с деньгами и начала с ним мило общаться ВКонтакте. И вот снова он кидает ей деньги на лечение отца. Вроде даже биткоином, он был трейдером и учил её, кстати, этому. Но после этого, после очередного высасывания бабок, она послала его нахуй. Из-за того, что он летал к ней в город и пытался найти, чтобы поговорить. Она назвала его психом и до сих пор называет. После этого его вроде бы как тоже никто не видел. Ну, блядь, походу, психа-псих нашёл. Не, ну типа это странная хуйня, блядь, снайпить тёлку. Это причём... Окей, ладно, это один такой кадр, возможно, да? Которую она утаила что-то, да? Потому что все помнят, что она там пиздела, что там снайпят кто-то. Это же странная хуйня. Бля, есть реально... Я вам клянусь, блядь, есть нахуй у стримерш долбоёбы, которые по сторисам отлавливают, где они сейчас, и приезжают туда. Понимаете, если я просто это сделаю, да? Я где-нибудь покажу место какое-нибудь, туда никто не доедет, блядь. Знаете почему? Потому что мамка не отпустит. А вот у стримерш сидят дрочеры, причём такие заядлые, блядь, 30 лет нахуй. Поэтому вот. Лиза, какая же ты всё-таки мерзкая. Ты называешь при всех человека психом, но ты умалкиваешь, что это ты его сделала таким. Это ты его байтила на бабки и давала поводы добиваться тебя. Ты давала ему поводы верить в эти отношения. Поэтому он делал всё возможное. Люди, которые оказались в такой же ситуации, пишите мне влс с пруфами, если хотите, и я запощу вас. Многие давно хотели сделать такой ролик, но ни у кого руки не доходили. Как раз-таки из-за того... Блядь, чел, никто не делал этот ролик, потому что главный санитар леса, блядь, это ты, заебал. Никто и не будет делать ролик, заебал, делай ты всё, блядь. Я тебя смотрю, потому что я тебя уважаю, еб... Но это не жополиста, нет. Типа должен был быть такой чувак, который будет заниматься новостями Твича. Но я хочу, чтобы этот чувак был на фоне кирпичной стены. Звали его Николай. Понимаете, о чём я? И вот так вот рассказывал про новости. Панция, которая отрастила себе Денли. Лиза, ты всё проебала. Вместо того, чтобы идти к развитию и удержанию аудитории, ты шла к деньгам. Создавала видимость хорошего. Но ты вошла однажды в образ и в нём осталась навсегда. Забыл упомянуть твоё лицемерие. Называть крысой смородиного, когда у тебя самой хвост уже давно. Не надо мне эту пиздень скидывать, господи. Блять, кто будет её дальше скидывать, я, блять, нахуй всех перебаню. Она отвратительная. Она, она? Это же та, о которой я думаю, да? Это же та, о которой я думаю. Ну, которая, этот, Джасти, по-моему, Рейдер. Она, короче, очень смешная. Она, видимо, зашла на мой твич, который я уже не стримлю даны давно. Нашла в записях, ну, видео. Сидела, смотрела целый стрим. И там был момент, где мы с Серёжей играем в КС. И Леры Мидлер не было с нами. И вот, и кто-то в чате спросил, а где Лера Мидлер? Я говорю, да нах она нужна, дебилка тупая. Ну, вы поняли, что это в шутку. Я же так люблю шутить. И она вырезала этот кусочек. И прислала Лере и говорит, смотри, что про тебя Даня. И говорит, ебать, мразота же. Лера такая, ты шо, ебанутая, типа. Ты реально, типа, шуток не понимаешь. И она реально думала, что, типа, Лера такая, ой. А реально такое было, да-да-да. Ой, там, Данила плохой. Ебанутая овца, бля. Я долго думал над названием ролика. Она во мне дейли. Не, хуйня. Они во мне стримерши. Но это тоже несправедливо к другим девочкам твича. Интересных и не таких лицемерных. Они во мне мята. Да, в точку. Сейчас на нашей твич-аудитории мята это олицетворение как раз-таки такого лицемерия. Любви к деньгам и блядству. К наркотикам и алкоголю. Можете писать ради хайпа. Я давно уже привык к тому, что меня обвиняет в том, что я хайп и с нами дико. А я смотрю до конца, да. Ну, ребят, три разоблачения в год. Когда я мог делать это на постоянке. И собирать миллионы прос... Он сказал, на дикпиках или мне послышалось? ...смотров. Инфу на стримеров не скидывают постоянно. Всегда честен с вами. То можете ставить дизлайк. А всех, кто согласен с моим мнением. Я попрошу поставить лайк и подписаться на этот канал. В первую очередь я делаю это для вас. Кстати, к новостям. ГТФАБАЯ возвращается на твич. Дэнли. Хейли. Может это идеально? Вы сказали, что я охуею. Я что-то не охуел. И что, блять, вот с этой информацией? Кзефабай вернется на твич, блять. И что? Ну, мы же, конечно, ее все пригреем, так сказать, да? С возвращением напишем. Ха-ха-ха. Ха-ха. А-а-а. Идеальный момент уйти. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, кому понравился этот ролик. Подписывайтесь на мой твич. Если вы смотрите премьеру, то прямо сейчас я там стримлю и готово... Да, блять, она вернется, будет онлайн 20 тысяч примерно. Это так, нет, даже 20. Ставлю ставку, что будет 20-ка онлайна. Будет невъебически дохуя доната с оскорблениями. Потому что, блять, ну типа, оскорбить в донатах, это же охуительно, чё. Ответить на все ваши вопросы. Фотки из ролика и дальнейшая инфа будет в моем телеграме по ссылке в описании. Это был, как всегда, Макривский. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Е-е-е, башьте в колокол. До новых встреч. Так, сходи до конца, там чё-то будет дальше. Блять, пацаны, будет 20-ка, я вам как стример говорю. Так и будет, блять. Вы же самые первые пойдёте смотреть, чё там пишут. Но это первую неделю, а потом спад будет очень жёсткий. Не, я только вчера ночью такая бегала по квартире. Такая с радостью. Урааа, можно следить за говном. Как я рада, что оно не вокруг меня. Урааа, грязная белишка. Е-е-е. Так, и чё я охуел? Ебать я охуел, все охуели, да? Я тоже, у меня тоже сейчас в голове вопросика три выскочило. Не понял. Аааа. Пизда. Мы сейчас только что час смотрели ролик, который идёт 21 минуту. Привет, блять. Ребят, как у вас дела? Нормально я, по-моему, реакцию захуячил.